Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «На связи с губернатором», где вместе с главой Самарского региона Николаем Ивановичем Меркушкиным мы будем подводить итоги года уходящего и, возможно, какие-то узнаем планы на год наступающий. Сегодня в студии, которая организована на ГТРК «Самара», находятся наши коллеги, представители средств массовой информации телерадиокомпаний региона. ГТРК «Самара» представляю я, Олег Моргунов, и далее я буду представлять. Здесь в студии Татьяна Прокопаевича, главный редактор телерадиокомпании «Губерния», Наталья Пухова, зам главного редактора телеканала КТВ «Луч», это Сызрань, Ян Налимов, главный редактор радиовещания телерадиокомпании «Терра», Также у нас здесь Павел Овчинников, директор службы новостей телерадиокомпании «Скат», Ирина Денисова, генеральный директор «Лада Медиа», это Тольятти, и Инга Пеннер, руководитель информационно-аналитического вещания телеканала «Самара ГИС». Всем здравствуйте. На правах хозяина давайте, наверное, первый вопрос Николаю Ивановичу задам я. Николай Иванович, год заканчивается, основные итоги вы подвели, по сути, в своем послании, уже в четвертый раз вы это делаете, и мы всегда следим за вашим выступлением, поскольку оно задает такие очень важные, очень серьезные тренды, и больше того, зачастую выступление расходится на цитаты. И вот одна из таких ярких фраз, которую все заметили, очень многие заметили, это фактически афоризм, который, наверное, вы подарили, он звучал так, что власть должна быть компактной, сказали вы, эффективной и ответственной. Это такое прозвучало впервые. Что вы имели в виду? Ну, в принципе, от эффективности власти зависит очень-очень многое, если не все. Потому что все-таки тренды во многом задает власть. Понятно, очень важно общественное мнение, но все равно даже во многом общественное мнение очень часто формируется теми сигналами, которые подаются власти. Поэтому, как работает власть, что она из себя представляет, насколько она эффективна, от этого очень-очень многое и зависит сегодня, особенно будет зависеть в будущем. Что касается слова компактной. Компактная – это означает, что она должна быть такой, скажем, по численности, по структуре, которая позволяла бы, скажем, минимальными затратами решать эффективно те задачи, которые стоят перед одним, вторым или третьим уровнем власти, или какое-то направление, социальное ли направление, или экономическое направление ведет какой-то блок власти. Второе слово – эффективность. Я уже говорил, но эффективность – это говорит обо всем. То есть без эффективной работы, без аналитата. Зачем нам нужна неэффективная власть? Зачем нам нужна неэффективная власть? Вообще что-либо добиться невозможно. И, конечно, ответственной, особенно сегодня, да и не только сегодня, если к власти приходит человек, чиновник, безответственный, равнодушный, высокомерный, еще какие-то качества, те, которые ему, скажем, не могут позволить всецело решать свои проблемы, конечно, проблемы решаться не будут. Или он отталкивать будет людей, люди будут с ним неоткрыты, неоткровенны. И в этом смысле ответственная власть, то есть понимающая, что власть служит народу, и каждый чиновник, работающий во власти, именно чувствовал в этом свою ответственность, что он не начальник, не барин, а человек, который служит народу. И с этой точки зрения у нас немало проблем в области. И по компактности у нас очень много чиновников, очень много. Если брать и анализировать в масштабах страны, то у нас их примерно в полтора раза больше, чем в среднем по стране, по регионам, на одного человека, то есть если или там на 10 тысяч человек брать там одного чиновника. У нас очень много чиновников муниципальной власти, особенно в наших крупных городах и прежде всего в Самаре. У нас почти тратим в Самаре на управление практически 2 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше, чем Казань. Мы можем представить, какой город Казань, да, что он из себя представляет по благоустроенности, по, скажем, продвинутости. Кто бы, скажем, не обиделся или еще что-то, мы понимаем, что Казань очень сильно ушла вперед, город ушел вперед. Поэтому чиновников у нас много, очень многие, ну, если ничем не занимаются, это еще может быть даже хорошо, да, а некоторые занимаются совсем иным. Они по месяцу держат у себя документы, не дают возможности там поставить очередную визу, которая продвинула документы дальше. Мы из-за этого, например, разрешения на строительство, мы в стране одни из самых худших. У нас было время, там, три года назад, больше двух лет с момента подачи заявки на разрешение на строительство до получения этого разрешения проходило более двух лет. Есть территории, где это проходит за 42 дня. Например, Калуга. За 42 дня и более двух лет. Это что означает? Что вот большое количество чиновников, через которые проходят эти документы, они начинают работать, наоборот, в минус, в обратную сторону. Поэтому компактность имелась в виду. Вот это правильно. Определенная численность под те задачи, которые сегодня стоят, перед органами власти, или той или иной, тем или иным уровнем власти. Вот. Ну и, конечно, нам в этом смысле, я почему об этом сказал в послании, нам тут придется в этом году, в 17-м году, ну, в основном, в 17-й год, очень много поработать. Мы уже кое-что сделали, но сделали мало. И сейчас придется, там, принимать более жесткие меры, для того, чтобы все эти звенья, которые практически не дают результата, они будут выпадать. И более того, у нас еще одна есть беда. Кроме, условно, госслужащих, муниципальных служащих, у нас очень много муниципальных предприятий, так называемых мупов, гупов. Это государственные учреждения или предприятия, да, которые выполняют функции власти. Они для этого создаются, для того, чтобы исполнять функции власти. И получают государственные деньги за это. И получается одно количество, скажем, в аппаратах, и еще очень большое число людей, работающих в этих гупах, по прежней работе практически гупов не было. Все делали сами работающие в аппаратах министерств, ведомств, всю эту работу. А не передавали еще кому-то там, и платили тем деньги, чтобы те выполняли те или иные виды работ. Поэтому затраты наши очень велики. Мы как минимум за год-полтора должны на 40-50% сократить затраты на управление. Мы за три года сократили примерно на 15-17% за три года. Но этого мало. Я приводил примеры, где вообще не сократились. А есть муниципалитеты, которые увеличили свои затраты на управление. Вообще не обоснованно. Абсолютно не обоснованно. Поэтому вот, скажем, этот лозунг, или как его назвать, она на самом деле будет работающий. Более того... Императив. Императив, да. Императив, он будет неким на ближайшие полгода. Очень много будет принято решений и административных, и законодательных, и нормативных, для того, чтобы повысить эффективность власти на всех уровнях. Я еще говорил там, что мы реформу местного самоуправления, скажем, провели, да. А менталитет чиновников сохранился прежний. И я это вижу. То есть вот как, условно, он в том числе в Самаре, как он самостийно чувствовал себя там 3-5 лет назад, да. Он может продержать эту бумагу полгода, да. Не дать решение хоть Кошелеву, хоть Хугаеву, хоть Чудаеву, которые делают львиную долю строительства жилья, и, скажем, обеспечивают выполнение указов президента, указа президента по объемам строительства жилья. Поэтому тема, она болезненная, и мы обязаны ее в ближайшее время, скажем, значительную эффективность этой работы повысить. И от этого во многом будет зависеть дальше, как у нас, насколько активно будут позитивные процессы проходить в области. Спасибо, Николай Иванович. Коллеги, пожалуйста, передаю вам. Продолжая тему эффективности власти, в вашем послании к красной нитью прошла идея орачительного расходования бюджетных денег, ну, в буквальном смысле слова, нужно считать каждую бюджетную копейку, причем на всех уровнях власти. Вы жестко критиковали руководителей целого ряда городов, вы критиковали подразделения областного правительства, вы сейчас, собственно говоря, об этом, по сути, говорите, и потребовали в жесткой форме пересмотреть эти подходы. А вы не опасаетесь, что в результате всех этих действий качество управления у нас сократится? Абсолютно не опасаюсь. Здесь, ну, есть достаточно большой опыт у меня уже, скажем, управленческой работы. Нужны профессиональные работники. Их будет меньше, но они должны быть профессиональными. Им не нужно будет каждому 3, 10, 15 там помощников или управления, отделы, департаменты дополнительные. Он сам, условно, 3-5 человек, его помощников или его подчиненных могут очень быстро разобраться, принять решение, завизировать или отправить, условно, считая, что это, скажем, будет ущербно нанесить делу тот или иной документ. Поэтому в этом смысле у нас резервов очень много. То есть, если говорить конкретно о Самаре, вы говорили о том, что 2 миллиарда рублей в год тратит Самара на управленческие расходы. За последнее время они не сокращались, и это не очень хорошо. Почти не сокращались. Хорошо. Самара должна сократить как минимум 1 миллиард. За какой срок, по вашей оценке? И что это означает? Это означает, что нужно сократить персонал или зарплату чиновникам? Нет, это необходимо сократить и персонал. Здесь мы сходим из того, что по-живому резать не надо. Поэтому мы пойдем по двум направлениям точнее. Это и сокращение аппарата, и сокращение фонда платы труда. Сокращается фонда платы труда. Руководитель, условно, мэр Самары, или там руководитель подразделения в мэрии, он будет определять, каким числом, в итоге, за счет вот таких средств, решать ту или иную задачу. И в итоге, кого оставлять. Или там многих сокращать. Хоть понятно, что любое сокращение он один этого сделать не может. Потому что там юридическое составляющее, первое лицо обязательно должен видеть и знать это. Или он сделает так, что они согласятся, скажем, на определенном этапе работать за меньшие деньги. А есть возможность там, где ужаться можно, в том числе по заработным платам. А через год, полтора-два, это все встанет прочно на свои места, где будет и людей меньше, и затрат меньше. Без этого двигаться вперед Самарской области будет очень тяжело. Мы тратим на управление, по этому году потратим на управление 8 миллиардов 300 миллионов рублей. Представьте себе, тратили 11 миллиардов. Гигантские деньги. 11 миллиардов. Уже 2,7 миллиарда за 4 года сокращено. Говорят, Минфин России считает, Минфин России, есть те параметры по затратам на управление, которые определяются Минфином России, мы должны сократиться больше, чем на 50%. Больше, чем на 50%. Мы рассчитываем, что мы будем сокращаться примерно на 40%. Потому что будут новые задачи стоять, которые потребуют дополнительных усилий, которые будут и в бюджет деньги приносить и так далее. И окупаемость затрат на власти, они будут окупаемы, эти затраты. Но как минимум на 40% в течение 2-3 лет мы должны сократиться. Это примерно 3-3,5 миллиарда рублей. Вы представьте себе, 3-3,5 миллиарда рублей направить, скажем, на науку. И что эти затраты, что могут дать Самаре через 5-7 лет? На жилье. Ну, я имею в виду даже те вещи, которые я о перспективе говорю. Потому что жилье, сегодняшний вопрос, для людей очень важная тема. Да, но почему говоря о науке? Или, допустим, на поддержку бизнеса, да? Поддержку бизнеса. Мы можем так раскрутить работу на будущее, что будет все окупаться в итоге. Все окупаться, потому что в бюджет будут совсем другие поступления. А когда мы на управление тратим столько, это практически проедание средств. Поэтому, это задача из задач. И это не только я ставлю. Ну, ставилось это еще в первом послании, в 2012 году. И мы, еще раз хочу сказать, немало на этот счет сделали. Например, Дума губернская сократилась почти в два раза. Почти в два раза. Только на транспорт, на транспорт 258 миллионов они сократили. Представляете, в Думе тратилось ранее, в 2012 году, например, на транспорт, на обслуживание депутатов, на 258 миллионов больше. Но, скажу, хочу сказать, тогда наша Дума тратила в 10 раз больше, чем госсовет Башкирии. В 10 раз больше. Мы, что касается затрат на власть, мы вообще об этом не думали. Мы считали, видимо, что в Самаре деньги текут ручьем. И чем не больше там каждый приберет под себя орган управления денег, транспорта, удобств, комфорта, тем лучше, тем солиднее этот орган. И так далее, и так далее. Но, если кто бывал в зарубежных странах, я был, например, видел резиденцию Коля. Прямо тот стол заседаний, за которым он сидит и проводил совещание тогда. Заседание. Коль, канцлер, германский давно, это 20 лет назад было. Этот стол по качеству уступает нашему столу, за которым мы сегодня сидим. Это очень и очень скромные условия. И почему они так делают? Потому что они, на самом деле, каждую рубль, каждую копейку пытаются направить на развитие, на завтрашний день. Поэтому и нам надо, и с этой сферы, и не только с этой сферы. У нас есть другие сферы, где мы тратим намного больше, чем другие регионы. Нам и там надо будет оптимизировать эти вопросы. Ну, например, у нас социальная защита выстроена по принципу, я уже говорил, всем сестрам по серьгам, да? Ну, имеется в виду, неважно пенсионер, какую пенсию получает, какие-то дополнительные доходы он имеет, да? Может быть, у него там дети, которые могут его на руках носить, да, и он вообще никаких забот не знает. Ну, есть и очень хорошими пенсиями, у нас военных много с хорошими пенсиями. И есть люди, которые там 10 тысяч пенсию получают, да? И социальные пособия идут всем одинаковые. Всем одинаковые. Это абсолютно несправедливый подход вообще в социальной защите людей, в социальной помощи людей. Как это на практике можно реализовать, вот такой дифференцированный подход? Я прошу прощения, я за... Ну, на практике это достаточно просто. Нам известны, нам и профсоюзам известны. Например, какой процент людей сегодня получает на уровне почти прожиточного минимума? Или пенсионера. А прожиточный минимум пенсионера – это 80 с небольшим, ну, около 8 тысяч рублей. Представляете, он имеет там 9 тысяч доходов, да? Это, ну, если еще плюс за квартиру платят, там какую-то сумму. Ну, вот все мы понимаем, насколько тяжело этим людям. В большинстве регионов давно, и вот я где работал, это было сделано лет, наверное, ну, не 15, а в 2003 году. Были приняты соответствующие законы, где абсолютно адресный подход. Дифференцированный адресный подход. Вот, вот ниже этого минимума доходы, ты получаешь такие-то виды услуг, социальной помощи дополнительной. Еще ниже, тебе дают еще за квартиру, ты больше, там, 10% от дохода не платишь, условно, да? А если у тебя ниже долги, ты вообще платишь 4% от доходов за квартиру, остальное платит государство. Это люди, их будет не так много, да? Условно, предварительные расчеты показывают, что у нас 50-70 тысяч примерно пенсионеров находятся в таком положении. Ну, это и не мало, 70 тысяч, да? Я считаю, что этим людям надо добавить, а у тех, у которых пенсия там 25-35, какую-то часть социальных выплат перевести вот на этих людей. Потому что разница в 3-4 раза там в доходах людей пенсионного возраста. Плюс с возрастом, с возрастом все тяжелее, лекарств больше надо и так далее. Людям пожилого возраста надо, условно, тоже какие-то суммы добавить, чем тем, кому, которым 60 лет получает пенсию, да? И плюс еще работает. Это ведь совсем разные вещи. Ну, если 40-летний пенсионер. Да, это ведь, да, 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 это ведь совершенно разные вещи. И мы в этом случае, мы по-настоящему не озабочены теми людьми, получается, которым на самом деле очень тяжело. Но они еле-еле там концы с концами сводят и более того. И часто потом из этих семей или из этой, скажем, среды люди выходят, те, которые или грабят, или там еще что-то делают. Ну, потому что жизнь заставляет идти на какие-то крайние меры. А это уже другая сторона медали, которая бьет уже, может быть, даже сильнее по обществу. Понятно. Николай Занович, во всем мире налоговый закон, он самый жесткий закон. И налоговое преступление, оно самое серьезное преступление. И, кажется, считает своим долгом, обязанностью просто вот топор над ним висит, надо обязательно заплатить налоги. Вы в послании привели потрясающие цифры о том, что, например, у нас 9 тысяч предприятий, и люди там вообще не получают зарплату на бумаге. Возможно, они там что-то и получают, но налогов с этого никто не платит. У нас транспортный налог отвратительно платится. У нас физические лица тоже плохо участвуют в налоговом законодательстве. И в этой связи у меня такой чисто русский вопрос, который состоит из двух. Кто виноват и что делать? Я замечаю это, не только замечаю, это видно, что в психологии нашей элиты, управленцев наших и Белого дома, и там муниципалитетов, и города Самары, и Тольятти в какой-то мере, деньги считают очень плохо. Например, по прежней работе каждый министр, каждый человек, он абсолютно точно знал там бюджет республики, и там все там откуда что складывается, и каких-то пустых в том числе писем, зная, что денег нет, а там очередное получаешь огромное письмо, вот надо туда столько, 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 и человек пишет, как будто первый раз отсылыш, а пишет министр. И таких писем много. И писем, и просим обращений. Поэтому есть в менталитете депутатов, там нужно еще, вот то-то, то-то. А на самом деле, на сегодня, мы приняли бюджет, где пока 3,5 миллиарда рублей, дыра. Еще дыра. Потому что в источниках, хоть он профицитный принят, но и в источниках, пока мы принимали, значит, федеральный бюджет, федеральные законодатели приняли несколько решений. Есть решения, которые нам дают деньги определенные, дополнительные, но главное решение, это с нас мы поменяли соотношение, скажем, разделение денег, поступающих в дорожный фонд. Это в Смоленска не поступает, а в Смоленска потом разгоняются по коэффициентам по всем регионам. Раньше регионы с этих поступлений получали 88%, 12% получал федеральный бюджет. Сейчас, сегодня регионы получают 61,2%, по-моему, процента. Ну, округляем 62 даже. Снято 26 примерно с половиной процентов тех денег, которые должны были поступать сюда. Для Самарской области, по прогнозам будущего года, сколько мы должны были получить, это акцизы на нефтепродукты, на дорожный фонд, который идут. Мы теряем примерно 3 миллиарда рублей. Сразу от одного решения. То есть, раньше они поступали к нам, теперь к нам они не поступят. Они идут, даже не дорожный фонд России, они идут в Минфин. И Минфин их направляет на те нужды, которые наиболее, скажем, остро сегодня. Те вопросы, которые наиболее остро стоят. И это порядка 150 миллиардов рублей, которые снято. Ну, там 138, по-моему, посчитано. Но по факту нам будет 150 примерно. Это первое. Второе. Принято решение 1% налога на прибыль взять в федеральный бюджет и перераспределить между регионами, у которых крайне сложная ситуация. Там 16 регионов определено. Медведев с ними в августе проводил совещание. И другого решения там не нашли, правительство не нашло. Как со всех 1%. 1% что означает? Мы получали, например, 17, и 1% нас забирают. Что означает для нас этот 1%? Это примерно 2,5-2,8 миллиарда рублей. Раньше, что каждый месяц мы получали налог на прибыль. В этом году мы получали столько-то, а теперь это будет минус. Значит, третий. Акции с наводкой. Если раньше акции с наводкой 60% автоматом делили, уходил в федеральный бюджет, а все 40% напрямую поступало в бюджет региональный. Сейчас все 100% поступает в федеральный бюджет. Но федеральный бюджет 50%, даже увеличил долю регионов, перераспределяет регионам, но перераспределяет по принципу, сколько в прошлом году легально, официально продано было в отчетности водки. Именно продано не произведено, а продано. А продано. Продано. Продано водки. Я в послании, и оно дальше будет по такому же принципу, дальше будет распределять. Я в послании сказал, если посмотреть на Нижний Новгород и Самару, то в Нижнем Новгороде отчитались 15 бутылок, а у нас 5. У нас 5. Мы сразу по акцизам теряем примерно миллиард 700. Миллиард 700 по акцизам. И если все эти вещи сложить, мы не будем иметь почти 7 миллиардов рублей. Поэтому мы говорим, что бюджет профицитный, а на самом деле пока тех источников, на которые мы рассчитывали, что мы будем еще условно вот эти 7 миллиардов иметь, их пока нет. И поэтому я давал такую характеристику в послании, где сколько мы не добираем, там у нас долгов налогов 10,6 миллиарда рублей недоимки. На душу населения мы первые в стране. Больше всех должны. То есть собери налоги и проблемы решатся. Да, собери налоги и в основном проблемы решатся. Но в том числе то, о чем я говорил, там оптимизация властных структур, если мы там будем иметь, там для начала, полтора мы будем иметь, потом там 2-2,5 миллиарда, а потом мы 3-3,5 миллиарда там будем иметь дополнительный источник. Другие учреждения, которые у нас там, группы, мупы и так далее, мы там большую работу ведем. Мы считаем, что там мы примерно миллиард, миллиард 200 мы можем тоже иметь экономии. И эту экономию направить на то, чтобы выполнить все эти обязательства, сохранить профицитный бюджет, сокращать долг. Кстати, по итогам 2016 года мы на 3% долговую нагрузку сократим. Много тут разных разговоров, хоть это, скажем, не столь принципиальный вопрос, долг в таких размерах, какой мы имеем. Что очень много регионов имеет значительно больше, тоже Татарстан имеет в два раза больше долга, чем мы. И совсем не страдают от этого, наоборот. Мы на 3% в этом году сократим. На будущий год в 2017 году снова на 3% запланировано еще сократить долг. Да еще надо подготовиться к чемпионату мира, выполнить всю программу, которая прописана, а это там достаточно большие деньги. Поэтому, конечно, в этом году мы считали каждую рубль. А в 2017 году нам придется еще жестче подходить к расходным, ко всем обязательствам. Значит, это если у нас будут люди, работающие в органах власти, не понимать все этого, я в послании сказал, а сейчас хочу сказать, что, конечно, они дальше работать не будут. Николай Иванович, вопрос, касающийся дорожного строительства. Я вот сейчас сижу, вспоминаю, несколько месяцев назад была встреча, и вы приводили очень яркий пример о том, как асфальт кладется иногда прямо на песок. Да, и вы крайне возмущались этой темой. И традиционно эта тема самая актуальная для Самарской области, для Самары в частности. Тема, которую знает, не надо быть большим специалистом, чтобы понимать, идешь ты по-хорошему асфальту или едешь ты по-хорошему или по-плохому. По крайней мере, визуально. Мы говорим, в первую очередь, о качестве выполняемых работ. Еще в 2012 году вы первым делом поставили задачу полностью изменить систему заказа и приемки новых дорог. Ну, скажем, там, отремонтированных дорог. Давайте так говорить, да? Как работает эта система сейчас? Ну, хочу сказать, что все-таки в дорожной отрасли мы серьезно продвинулись. Серьезно, не только в объемах, в объемах, я думаю, вы видите, да, и люди видят, и мы на будущий год, хоть и на 3 миллиарда сокращается дорожный фонд, но я много раз говорил, когда я приехал, я думал, что в нашем дорожном фонде будет 1 с 12 миллиардов рублей в Самарском. Потому что я оттуда уезжал, там в дорожном фонде Мордовии было примерно 4 миллиарда рублей, 3 миллиарда 800. Ну, я умножил на 4, условно, в 4 раза Самара больше. И вот можно было посчитать, значит, сколько должно было быть в дорожном фонде Самара. Приехал сюда, в дорожном фонде Самара, там 6,8 миллиардов. Всего в 2 раза, даже меньше, чем в 2 раза больше, чем Мордовия. Потому что мы тогда, не мы, а так получилось, что правительство Морской области, в ту формулу, по которой делились деньги с Сызрани, Смоленска, мы не учли там порядка 18 тысяч километров дорог, которые вообще не попали в отчетность. И мы сейчас, за вот 3 года, мы свою долю, скажем, или свою планку, оформили все, мы свою планку взяли. И в этом году мы получим более 9 миллиардов рублей только Смоленска. В полтора раза больше. То есть на 3 миллиарда больше только в этом году, к уровню прошлого года. Это цена на бензин, скажем, на нефть, наоборот, не выросла. С 2012 годом я приехал сюда, нефть стоила 126 долларов за баррель. Но мы Смоленска в этом году получим в полтора раза больше, чем в прошлом году. В прошлом году чуть-чуть больше получили, чем в предыдущем. А 2017 год, я уже сказал, мы должны получить Смоленска по нашим расчетам 11 миллиардов рублей. В 2017 год уже полностью мы вышли на ту справедливый коэффициент Самарской области. Мы живем в рыночных условиях. Рынок – это деньги. Это не советский период, лимиты, там одно что. Нет денег, ты ничего сделать не можешь. Жизнь всего любого. Так устроена жизнь. Ничего не может. Другой вопрос, насколько эффективно эти деньги будут работать. Это мы вначале говорили об эффективности власти. Так что касается в целом отрасли, очень важно, какой объем мы будем делать и дальше. И естественно, какого качества эти дороги будут. По объему, если мы даже из 11 потеряем 3, все равно у нас 8 останется только Смоленских. Мы собираем примерно 3 миллиарда, даже 3,5 миллиарда, я думаю, соберем мы в этом году и на будущий год еще больше, транспортного налога. Это источники дорожного фонда. Это все равно мы будем иметь не 6,8, как не так давно еще, да, а будем иметь примерно 12 миллиардов рублей, да, чисто наших. Это, скажем, деньги, которые позволят нам на дорожных объектах очень серьезно работать. Плюс деньги чемпионата мира на дороге, тоже я хочу сказать, уже теперь все они утверждены, нам ничего не грозит. Я имею в виду Самарской области, потому что будущий год по чемпионатам мира дорожные деньги, они последние, имеется в виду, последний год. Уже резать никто не будет. Мы из 31 миллиарда рублей, выделенных по программе на чемпионат мира по стране, на страну, 31 миллиард рублей на дороги, на всю страну, на все города для подготовки к чемпионату мира. Из них 13 с небольшим получила Самарская область. Представляете? 11 городов. И какую сумму мы получили? Да, больше чем 3. Больше 3, да. 40 процентов. Это тоже, там и усилия прилагались, и поддержка соответствующая политическая была. Нас поддержали в этом. И мы большие объемы еще делаем в рамках подготовки к чемпионату мира. Это каждый год примерно еще 4 миллиарда рублей мы делали, скажем, на подготовку к чемпионату мира. Объем. Вот плюс деньги федерального фонда. Те, как федеральные дороги и так далее. Поэтому мы, объем будет все равно значительный по 17-му году. И много мы будем делать. Что касается качества. Качество дорог тоже выросло. Оно стало значительно лучше. На песок уже асфальт практически не кладут. Мы почти полностью избавились от подрядчиков, которые имели ручку и бумагу. Побеждали в конкурсе или в тендере. А потом приглашали субподрядчиков. В лучшем случае хорошо исчез с Саратова. А еще хуже, если из Армении или еще откуда-то. У которых тоже почти ничего нет. И они, имея там совсем минимальную технику, они только могли на асфальты класть на песок. Потому что другой техники нет. Асфальт тут покупали у местных этих. Развозили на простых там газончиках. И чуть ли не сваливали там чем-то раскатывать. Там были такие случаи. Сейчас этих случаев практически нет. Правда, по трем фирмам. Мы до сих пор в розыске. В розыске там примерно 130 миллионов рублей прямого ущерба. Получили они эти деньги. Это был заказ города. Три года назад. Мы по ним пока так их и не находим. Но зато другие знают, что мы их ищем. И если мы найдем, мы приведем их в порядку. Они обязательно там или компенсируют, или переделают. Или, по крайней мере, будут привлекаться к ответственности. Может быть, даже к уголовной. Но, тем не менее, и сейчас проявляются случаи, когда качество, скажем, не то. Но предупредили, что некоторые дороги не будут приняты. Некоторые дороги приняты не будут. Это точно не будут. Вот уже примерный перечень этих дорог есть. Их намного меньше. Это почти в 10 раз меньше, чем это было три года назад. Потому что три года назад мы не приняли на миллиард триста. Не заплатили миллиард триста. Сделаны были работы, а мы деньги не заплатили им. В том числе и в Тольятти на 120 миллионов. Там одна дорога, которую они сняли, эту и бросили. Вообще ничего не сделав там. В общем, не только. В Самаре много. И в Сызрани. Поэтому в этом году, по предварительным данным, это примерно от где-то 130 до 180 миллионов рублей, где допущен брак такой, который позволяет нам за эти выполненные работы не оплачивать денег. Их потребует переделывать. Их мы будем требовать переделывать. Если не будут переделывать, то они не получат те деньги, которые мы им не доплатили. То есть они все равно понесут дополнительные сами затраты. Потому что, условно, они уже много сделали. Это уже не так там. Не на песок клали. А где-то там не столько щебня. Тем не менее попытались. Да, да, да. Да, да. Сэкономить на тех вещах, на которых экономить на дорогах вообще в принципе нельзя. Поэтому подрядчики в основном сейчас свои. Достаточно мощные. Куплено. Я когда первый раз говорил, у нас не было ни одного завода современного немецкого. Ну, немецкие заводы, они самый качественный асфальт выдают. Сейчас у нас купили шесть немецких заводов за это время. Шесть. Купили четыре установки. Четыре подрядные организации. Четыре установки по подготовке с ЧМА. Это вот поверхностный слой с дополнительными вяжущими средствами. Это уже не асфальтовый завод делает. Это специальная отдельная установка, которая делает вот этот слой, который в два раза... С свежищем веществом. С свежищем веществом, который... Срок службы, который в два раза больше, чем какого бы качества асфальт ни был. И все основные дороги сейчас мы покрываем ЧМА. И сейчас по этому году у нас еще две подрядные организации, две такие установки приобретают. И шесть уже подрядных мощных достаточно организаций, которые достаточно хорошо, скажем, на современном уровне оснащены соответствующей техникой. Но, тем не менее, они же тоже покупают материалы. Вот я уже приводил в послание что-то. Я видел по телевидению, по-моему, на ГТРК. Когда были депутаты, смотрели там, дороги проверяли. И показывают бордюр, который так вот слоями распадается. Ну, это сразу хочу сказать. Это абсолютно производство бордюра. Это чистый брак. Кустарный, скорее всего. Да, кустарный, чистый брак. Это она стоит раза в пять дешевле, если так сопоставлять настоящим, который должен был стоять по обочине дороги. Вот. Это снова вот из тех вещей, когда мы готовы сунуть все, что угодно, лишь бы там на чем-то наварить. Вот. Такие факты и в этом году обнаружены. Не на самой полотне, а вот видите, на бордюрах. А там тоже хорошие деньги. Если ты, условно, купил их на 70 миллионов рублей, а там есть подрядная организация, где на 70, на 100 и на 150 покупает. То есть большие объемы выполняет. Если это в пять раз дешевле ты, условно, приобрел или, наоборот, тот продал и на этом выиграл. Это тоже большие очень деньги теряются, государственные дорожные фонды. И мы эти вопросы сейчас будем проверять. Какого качества, кто производитель. Потому что гарантия. Сейчас есть установки, пресс-установки так называемые. Есть вяжущие вещества. Это песок и вяжущие вещества. И прессуют под очень большим давлением. До 25 лет гарантия. Это почти как гранитный камень дает гарантия. А это год-два и начинает рушиться слоями. Значит, его не запрессовали. Или там нет этих дорогих. Самая дорогая вещь это вот эти вяжущие, ну скажем, присадки специальные. Которые и делают ее прочным и долговечным. Поэтому эти вещи пока есть. И мы здесь будем работать. Это требует такого очень жесткого дальше контроля. Вот я назвал суммы какие. Это около 20 миллиардов рублей денег, которые идут на дороге. Это самые большие инвестиции. И, скажем, на будущее. И в принципе, как инвестиции. И если их закапывать там в песок, то мы никогда нормально жить. Не только дорог не будет у нас хороших. А мы жить хорошо не будем никогда. Потому что это слишком дорогостоящая вещь. Она не только на качество дорог или по каким дорогам ездим. А еще как мы оголяем бюджеты других отраслей. Потому что такие объемы, объемы ни на что не идут больше. Ну, не считая там, понятно, медицина, образование. Это другая вещь. Это социальная сфера. А центральную-то потянем? Простите, пожалуйста. Не могу для Самары не спросить. Центральную. При такой жесткой ситуации. Центральную потянем. По центральной у нас есть. Мы вошли в перечень объектов, которые поддержало правительство Российской Федерации. По ГЧП, по ГЧП, государственному партнерству. Мы причем там в четверке этих объектов. То есть их не так много. У нас есть партнеры, определены, кто с нами будет работать. Это Газпромбанк, его дочерние компании. Лидер называется. Сейчас делаются все расчеты. Очень важно, да, не то, что очень важно, им, они хотели бы, партнеры наши, чтобы центральная часть дороги, вот условно, она будет из трех этих полос, эта дорога. Две полосы, которые будут работать на, скажем, на общественный транспорт, на съезды квартальные, там, микрорайон съезды. И одна дорога в центре, в центре, ну, не совсем, может, без светофора, но почти без светофорная, в центре, в разных местах она будет эстакадная, там будет скоростное движение. И они бы хотели, чтобы эта часть дороги была платной. Была платной. Мы согласны и на платную. Нам главное, чтобы было. Если можно как-то понять, когда это все будет реально, в центре. Да, вот просто цифру, срок. Ну, по срокам, может это получиться года за четыре, так вот, примерно, ну, может быть, пять максимум. В итоге полностью можно сделать эту дорогу. Сумма, которая там, в общем, складывается для лидера, она приемлема. Нам важно теперь посмотреть, там у нас проект был немножко другой, вот эту, какая должна быть центральная часть. Там они просят, да, шесть полос. У нас было четыре полосы запланированы. Вот. И сейчас над этими вопросами мы работаем. И я думаю, к весне у нас будет полная ясность. Ну, начнутся ли в этом году работы, трудно сказать. Потому что, ну, по городу и так много у нас разных пробок и так далее из-за массовых дорожных работ. Не скучает, что эти работы начнутся в восемнадцатом году и, может быть, после чемпионата мира. Ирина, пожалуйста, да. Я думаю, что невозможно сегодня не поговорить о городе Тольятти. И вы в своем послании, Николай Иванович, нам уделили очень большое внимание, мы это отметили. Как никогда. Да. Ну и в целом я хочу сказать, что вот в минувшем году нашему городу очень большое внимание уделялось и региональной властью, и федеральной властью. Вообще за последнее время Тольятти, конечно, сильно изменился, мы это отмечаем. Но впереди, и вы это часто подчеркиваете, еще более масштабные задачи. Да, это строительство объектов социального назначения. Это поликлиники, детские сады, школы, да, это благоустройство города. Это парки, это другие масштабные проекты, которые, ну, должны привести просто к изменению качества жизни горожан. И все это мы можем реализовать, ну, в рамках юбилейных дат автоваза. И поскольку городу присвоен статус территории опережающего развития. Нам, конечно, все эти возможности упустить нельзя. И вы ставите жесткие задачи, мы знаем, что требовать вы будете. А вот как вы, Николай Иванович, оцениваете возможности самого города, нас, горожан, реализовать все намеченное? И не помешает ли нам в этом экономический кризис? Ну, экономический кризис, все-таки, да, если исходить из сегодняшнего дня, он потихонечку уже уходит. Мы ожидаем к концу года практически рост объема в промышленном, в том числе производства. Если в прошлом году было падение, 3,7% объема в промышленном производстве, если брать тот же автоваз, то у него было большое падение. То автоваз может завершить уже с подъемом, то есть с увеличением объема продаж. Да, и доли, это точно. Вот, поэтому, ну, сейчас, сегодня и бюджет поступает, подластной бюджет поступает, деньги получше, чем, условно, год назад в это же время. И я просто тоже о кризисе, что все-таки мы самую дну кризиса прошли. Но, чтобы люди меня тоже правильно поняли, и вы правильно поняли, вот того, скажем, острого состояния кризиса. Мы же в 2014 году, там, в декабре, как, там, рубль скакнул, там, и так далее, там, конечно, вот от этого, скажем, обвала некого ушли и стали двигаться вперед. Но для того, чтобы мы не попадали в такие ситуации впредь, и не только в такие, а в принципе активно развивались, нам предстоит очень большая повседневная, там, и много лет упорная работа. Я в Пасане об этом тоже говорил. А вот, скажем, такой локальный кризис, брать, в котором мы оказались, да, он уже не столь опасен на сегодня. Вот, поэтому это не помешает городу. Сложнее будет с реализацией плана по 50-летию, понятно, там, деньги, большие деньги на социальные объекты в основном, в том, все на дороге, хоть уже на будущий год, например. Мы решили этот вопрос с федеральным бюджетом, напрямую на Тольятти придут 800 миллионов рублей, напрямую. Это в том числе связано с юбилейными мероприятиями, это большая сумма. И мы еще добавим Тольятти. Тольятти будет очень, скажем, массово ремонтировать, реконструировать и строить дороги. Это тоже для Тольятти исключительно важная тема. Что касается других объектов, там будет немножко посложнее, социальным объектом пока может быть, но все равно будем вести их. Две поликлиники, одна уже стройка началась, на второй сейчас площадка там расчищается. Мы будем строить на Певческом поле тройку очередную, спорткомплекс мощнейший, ну и так далее. Мы будем строить не аллею, а сквер, как она, слава строителей. Строителей автоваза. Автоваза, да. То, что камень закладывали летом, мы будем этот проект реализовывать, ну и так далее. Где, на самом деле, набережная начнется тоже, где Тольятти сразу почувствует, что пошли такие, ну скажем, кардинальные перемены в благоустройстве. Или превращается там по-настоящему город. Вот. А что касается Тора, он не связан ни с кризисом, ни с чем. Он будет связан, ну, с нашими головами только. Насколько мы способны все осмыслить, понять и максимально использовать те возможности, которые нам представило федеральное правительство. Территория опережающего развития нам почти ничего не дают. Нам дают одно. Не будут брать никаких налогов со всех тех, которые активно будут на этой территории работать. Тольяттинский офшор. Тольяттинский офшор, да. Те, кто готов открывать производство. Да, открыть только производство. И задача стоит, я говорил в послании об этом, мы защитили проект. Там каждый, который представлял, хотел получить статус, представлял проект. А что они хотят за 12-15 лет сделать? Вот объявили, не просто там федеральный бюджет будет терять налоги, да. Что придут в Тольятти, где-то они платили налоги, пришли в Тольятти, федеральный бюджет перестали платить. И Минфин российский был категорически против вообще кому-либо дальше присваивать этот статус городам. Такой статус. Вот. И каждый город представлял проект, что в итоге решить задачу, которая потом и Минфину будет окупиться, и особенно стране, не только для города, но и стране будет давать такой существенный эффект. Мы представили проект «Четвертое рождение Тольятти». Очень амбициозное даже название. «Четвертое рождение Тольятти». И сделать Тольятти инженерным центром страны. Может быть, мы сейчас сразу там до конца не понимаем, что это такое. Что получим. Если взять, например, сопоставить с технопарком «Жигулевская долина», это мы намерены в технопарке создать предприятия малые, большие или не очень большие, которые должны заниматься инновационными вещами в разных направлениях. По разным направлениям. А тут стоит задача. Весь город должен превратиться почти, условно я называю, в «Жигулевскую долину». И заниматься решением инженерных задач. Инженерных. Сегодня страна, если в советское время мы были один из лидеров в мире по количеству инженеров, конструкторов и так далее, особенно инженерных кадров, мы сегодня где-то на 80-м месте в мире. Мы, не стало на нас инженерных кадров, шли на экономистов, на юристов, на кого угодно шли. А инженерные специальности получать последние 20-25 лет практически не шли. Мы потеряли как класс настоящих инженеров. И задача стоит здесь сделать мощнейший центр инженерный. Инженеры, которые будут создавать предприятия, малые, большие, и решать самые, скажем, передовые, самые сложные инженерные задачи. Типа «Кремниевой долины». Да, типа «Кремниевой долины», только не в программировании, да, не IT. А техническая мысль. Не IT. А техническая мысль, инженерная мысль, конечно, с использованием самых современных IT-технологий и так далее, и так далее. И технопарк, и особая экономическая зона. Тоже стать якорными вещами в развитии этой темы. Но и в итоге там и автоваз, и технический центр автоваза, и химики наши, и не только химики, мы должны, как условно во многих развитых странах мира, в итоге иметь инженеринговый центр может сотни тысячи в Тольятти, тысячи, а может десятки тысяч малых предприятий, решающих самые различные инженерные задачи. Самые. Не только для автоваза. Это может быть и для космоса, это может быть и там условно для авиационного комплекса. Для нефтяников, для химиков. Это может быть для нефтяников, химиков. Везде, где требуется инженерная мысль. Но эта мысль в Тольятти должна быть настолько отточенной, настолько профессиональной, настолько организованной, чтобы мы в итоге могли претендовать на такое место. Еще раз хочу сказать, это очень амбициозная задача. Очень амбициозная задача. Но если мы не будем перед собой ставить такие задачи, мы так и будем, как назвать точнее, постоянно, в хвосте, догонять. И хуже того, в рыночных рынок еще так хвост еще отрубает. Можем еще быть и по ряду направлений отрубленными, как уже омертвленная часть. Ничего нового, которое дать не может. Мы провели большую реформу высшей школы. Объединили вузы и получили результаты. Несмотря на то, что оппоненты были категорически против, говорили, что это не нужно. Ну, много чего говорили. Но жизнь показывает, что это именно тот путь, по которому мы должны идти. Конечно, нам нужно учить одаренных детей, выявлять этих детей, работать с ними. У нас есть педагоги сегодня, которые готовы выполнить эту работу, потому что от педагога много значит. И от педагога в высшей школе, и с одаренными детьми, и в профтехобразовании. Но мы справимся с этими задачами или нет? И какие у нас перспективы в ближайшее время во всем этом? Я еще коротко. Что касается СПО, среднего профессионального образования. Здесь, на самом деле, уровень образователей нам надо очень серьезно повышать, чтобы там готовились специалисты очень высокого уровня, востребованные современным производством. Пока это делается не везде. Хоть у нас есть хорошее СПО, есть конкурс неплохой даже. Ну, да, вольтский институт. Поэтому этой темой надо очень серьезно заниматься. И что об этом же говорит мировая практика. И на сегодня самые передовые в технологическом отношении страны соотношение примерно такое. 50 на 50. 50 процентов занятых в производственной сфере и так далее. Люди имеют высшее образование, а 50 получили образование, ну, как у нашей СПО. То есть, не имея высшего образования. Это в самых развитых странах, где уровень автоматизации очень высокий, там, и так далее, и так далее. И у нас в Самаре соотношение примерно такое же. Да, и это соотношение в Самаре хорошее по отношению к другим регионам. Потому что, ну, условно, вот, я могу привести снова Мордовию, там, соотношение 75 на 25. 75 те, которые выбирают, заканчивают высшее образование, и всего 25 из ПО. И это большая проблема там. У нас примерно 50 на 50. И это, что касается, там, условно, набора кадров для промышленных предприятий, дает определенные преимущества. Вот. Но уровень их надо очень серьезно поднимать. Что касается вузов. Конечно, объединение мы организационные, формальные вещи сделали. Они продвинулись в рейтингах. Там, понятно, что значительно напряженнее стало работать и ректорат, и, скажем, целевые показатели, которых нужно добиваться. Они, говорят, отслеживают, и не только отслеживают, но и много работают над этим. То есть, лед тронулся. И технически очень сильно сейчас подтянулся. И начал, скажем, качественный состав принимаемых студентов значительно повышать. И внутри изменения идут серьезные. Вот. Но говорить о том, что мы уже там все решили, этого говорить пока нельзя. В том числе, одаренные дети, о чем мы говорим. Если мы не сможем, наши вузы не смогут отладить системную работу отбора одаренных детей, мы так и будем дальше проседать. Во всем мире статус вуза определяется выпускниками. Выпускниками. Какого уровня выпустил он специалиста. И как он ценится. В одном, в другом, в другой компании и так далее. И престиж вуза, прежде всего, определяется этим. А чтобы выпустить хорошего выпускника, нужно брать хороший материал. То есть, людей, молодых, способных. Я привел в послание пример. Мы приняли через Олимпиады, а это давно еще, 10, больше, 12 лет назад, дано было право вузам проводить Олимпиады. И отбирать победителей без экзаменов, напрямую зачислять. Мы практически не проводим еще Олимпиад. В Мордовии, это 12 лет назад, три Олимпиады. Три вида Олимпиад проводятся для того, чтобы этот рычаг использовать. А Новосибирск, например, в этом году принял 84 человека, выпускников Олимпиады. Это самые, скажем, одаренные, самые лучшие. Мы 16, Новосибирск, 84. И сейчас идет Сибирская Олимпиада по всей стране. Сибирская Олимпиада. И наши в том числе школьники некоторые участвуют. Вот и заберут. Да, и нет никакой гарантии, что они, Новосибирск, их не заберет. Поэтому, что касается вузов наших, мы еще 2-3 года назад набирали двоечника, чтобы он заплатил. И для нас это было большим счастьем. Когда те вузы, которые понимали, что это вчерашний, давно уже вчерашний день, они совсем другие, скажем, нарабатывали формы работы. И нам в этом смысле работы еще очень-очень много. Вот заработал Центр одаренных детей. Я, когда встречался с, ну, 1 сентября, там, в начале учебного года с вузами, я задавал вопрос. Знаете или нет, что открылся первые занятия, пошли в Центре одаренных детей. Там 212 человек набрано, в том числе из Пензы, там, из Оренбурга, с разных регионов, в том числе из Казахстана там есть. То есть, ну, набор, в принципе, для начала неплохой. Ну, в Самарске ни один, ни в СГАУ, назовем пока так, ни в техническом, никто, ни один преподатель не сказал, что он знает или был там. И какая-то задача стоит, скажем, совместной работой. А вот эти победители, о которых я говорил, по прежней моей работе, или взять победителя Тольяттинского нашего Гришина, с ним работает преподаватель Тольяттинского университета, работал. Тольяттинский университет, простой учитель, подготовить такого астрофизика, который бы стал победителем мировой Олимпиады, не способен. Надо этого учителя самого, о чем вы говорите, очень серьезно его готовить. То есть, готовить специальный слой учителей, способных работать с одаренными детьми. Это целая пирамида. И ее надо так или иначе выстраивать. Не выстроишь, уедут там не в Новосибирск, там Москва отберет и так далее, там Московский университет еще больше Олимпиад проводит, чем Новосибирский университет. Но это из вузов берут или приглашенные какие-то должны быть педагоги для одаренных детей? Ну, я хочу сказать, в Мордовском, например, с ядерного центра, понятно? Да. С физтеха Московского доктора наук приехали, которых мы пригласили. Вот кто работает. И они же готовят учителей. Высотейший уровень. Учителей. Они же готовят. То есть, вот эти победители мировых Олимпиад, это они сами с ними работают. А учителя, которых они готовят, ну, призеры российских Олимпиад. То есть, дотягивать до уровня победителей мировых Олимпиад у учителей еще складывается не все. Далеко не все. Поэтому мы должны все это тоже до конца смыслить. Не так, как вот примитивно мыслящие люди. Вот зачем там объединять, зачем одно, зачем второе. Мы можем раз и навсегда, раз и навсегда отстать. Если наиболее толковые люди от нас будут уезжать, уезжать, то мы шаг за шагом превратимся из одного из мощных центров в обычную позицию. Рождать и притворять. Да. Пожалуйста, коллеги. Еще одна непростая задачка, которую вы ставите на этот раз перед самарской медициной, это поднять ее уровень, причем настолько, чтобы именно к нам ехали пациенты со всей страны. Вот насколько эта задачка выполнима, поскольку у других регионов тоже есть свои амбиции. И вот каковы наши конкурентные преимущества по сравнению с ними? Есть ли у нас шанс действительно занять лидирующие позиции в этой отрасли? Основа есть. И сегодня у нас есть очень хороший специалист. Очень хороший специалист. И если мы в этом направлении будем активно работать, тут снова ведь это состязательность, соревнования, да. Кто быстрее, кто активно людей, в том числе врачей и других настраивает на это, и врачи пытаются, в общем, ниши занимать, тем больше начинают притягивать сюда и специалистов, и людей, которые приедут сюда лечиться. Это точно, что такие деньги бесконечно платить там в Израиле, или в Германии, или еще что-то, со временем будет все сложнее и сложнее. Потому что, ну, шальных денег будет меньше, и зарабатывать, и каждый будет считать свои деньги. И, конечно, надо у себя в стране, в том числе в высокотехнологичную медицинскую помощь. А Вы говорили, что технологии не самые высокие, кстати. У нас во многом лучше. Поэтому у нас есть эти возможности, но, к сожалению, мы мало занимались. Я сразу хочу сказать, послание я критиковал, потому что мне долез цифру. Цифру очень долго искали. Эту цифру мы искали 4 года назад в первом послании. Они вообще ее не нашли, потому что ее нет в министерстве. Они вообще не анализировали эту работу. А сколько к нам приехало чужих людей и пролечились у нас, которые считают, что, условно, из Оренбурга, или там из Челябинска, считают, что в Самаре лучше. Лучше. А сейчас ведь ФОМС, сейчас деньги идут за пациентом. За пациентом. Если пациент выбрал Самару, ФОМС перечисляет Самарской больнице, или Самарскому центру денежку. А это зарплата дополнительная врачам, среднем медицинскому персоналу и так далее. Это высокотехнологичные рабочие еще места. Откуда бюджет, в том числе, получает НДФЛ. Очень неплохой. Я уже приводил в пример в послании, что если в Америке 6-7% занятых, получающих от промышленности доходов, и занятых в промышленном производстве, то в медицине, то есть все, что связано с лечением и здоровьем человека, 28% более чем в 3 раза, отрасль приносит государству больше затрат. То есть крутится денег больше, чем, мы говорим, что автоваз. Конечно, автоваз сегодня для нас все, да? Но ты создай центр, где придут десятки тысяч людей и пролечиться, и за них заплатят государство, или он сам способен заплатить там и 150 тысяч рублей, и 200, а если он поехал там в Израиль или в Германию, он уже миллионы платит, и миллионы, 2, и 5 тратит на некоторые вещи. Поэтому этой работой нам надо очень активно заниматься, условия есть. У нас медицинский университет хороший, сейчас он стал методическим неким центром еще для шести вузов, которые, скажем, окружают нас. Там свои клиники, в этих клиниках можно активно продвигать, и они этим сейчас занимаются. Вот травматология там достаточно активно идет. У нас уже, я говорил, онкоцентр очень мощный. Сейчас где-то в марте-апреле у нас будет там ПЭТ-центр, то есть еще дополнительно вот тот центр, который позволит диагностику ставить там, диагностировать на порядок лучше больных, чем мы сегодня имеем эти возможности. И центр достаточно современный, современный. Мы строим клинику сердца. Клиника равных в стране нет. Он может стать очень мощным, привлекательным центром. А ведь как, ты хоть в одном-двух направлениях стал лидером, да, тебя будут знать, что в Самаре вот оказывается вот это, а потом в Самаре вот и то есть, и то условно есть, да. И мы эту задачу перед собой должны ставить и очень активно работать. Очень активно работать. Вот клинику сердца, когда уже начали строить, Бакерий сразу приехал. Приехал посмотреть. А что в Самаре он узнал, приехал посмотреть. И после этого, когда мы с ним ужинали, он мне говорит, да, мне придется там корректив определенный вносить, иначе я могу где-то подотстать, да. Вот видите, как. То есть он почувствовал конкуренцию. Да, как реагирует. Но у нас условия, еще раз хочу сказать, намного лучше, чем где-либо, хоть Саратов бери. Может быть, нам сложно будет там с Татарстаном конкурировать. Но я думаю, мы можем с Татарстаном вовсю конкурировать в этом вопросе. Вовсю. Тем более ГЧП. Мы по ГЧП в медицине первые в стране. Это тоже очень важный фактор. Частники вкладывают свои деньги, не опасаясь, что эти деньги омертвляются. Что здесь есть условия соответствующие, есть врачи. Почему Курцер пришел к нам, да? Я только когда в ВДК первый раз приехал, увидел этих молодых женщин, врачей, работающих в ВДК. Как глаза горят, как они там все рассказывают, как они все делают, какой у них процент, скажем, выхода, да. И он только из-за людей, что есть такие люди, он сейчас строит центр. Три миллиарда, три с половиной миллиарда рублей вкладывает сюда, где этот центр будет по своему направлению лучший в стране. Да, пожалуйста. Николай Иванович, хочу вернуться к теме хлебносущной и поговорить о сельском хозяйстве. Вот скажите, пожалуйста, несмотря на то, что у нас есть успехи, вы ставите задачи, а первоочередные какие? Ну, у нас на самом деле есть успехи, особенно в растеневодстве, те же 2,2 миллиарда миллиона тонн намолоченного зерна и более 700 тысяч тонн намолоченного подсолнечника. Если перевести с коэффициентом 2,5 подсолнечника по отношению к зерну, то получается мы почти 4 миллиона тонн зерновых сегодня собрали. Это практически рекордные вещи советского периода, рекордные. Но тем не менее, тем не менее, и в растеневодстве у нас, я говорил в послании, есть минус, мы пока используем наши обширные территории, поля огромные, иногда бескрайние поля, которые в Приволжском районе, в Безичугском районе, в том направлении, ну просто бескрайние, там огромные, я раньше таких полей не видел. Вот. Мы очень мало вносим удобрений, а это все-таки показатель, скажем, продвинутости, насколько сельское хозяйство, скажем, современное, насколько один гектар сможет много людей в итоге накормить. Ну, тем не менее, все равно растеневодство идет хорошая динамика, хорошая рентабельность очень. 60% по-моему, это невероятная рентабельность для любой отраслика. Там будет и дальше, если не будет форс-мажор там с погодным условием или еще что-то, там будет и дальше активное развитие вперед. Вот по подсолнечнику мы строим завод второй там, и там будет в основном весь подсолнечник наш будет перерабатываться у себя в Безичугском заводе. И завод будет производить примерно 4-5 миллиардов рублей объем продукции, это очень крупный завод будет. Поэтому здесь более-менее нормально. Что касается животноводства, здесь у нас хуже пока. Да, идет рост, но рост больше за счет технологий, скажем, я не хочу сказать, что совсем старых, да, но нет самых передовых технологий. Или их пока мало. Если брать вот в Кеннельском районе Половинкин, да, комплекс, конечно, от комплекса абсолютно мирового уровня. И сейчас там надои мирового уровня, и они сейчас в вторую очередь будут делать, там будет еще 600 коров добавиться, будет почти 2000 коров в итоге. Это очень крупный комплекс будет, это еще в Богатовском районе комплекс, где в том числе роботы доят коров, да, и, ну, Нива в этом, в Старопольском районе, и остальные там чуть уровня ниже, там еще 5-6 мог бы назвать. И много очень работающих наших животноводов на том советском прошлом, которое было, понятно, что это с каждым годом будет потихонечку уходить. И нам надо с опережением создавать новые комплексы, новые технологии. Поэтому здесь у нас еще много вопросов, много вопросов. Ну и надо иметь в виду, конечно, заниматься сельским хозяйством это удовольствие дорогое, на самом деле, если только за счет местного бюджета, то очень сложно вытаскивать. Потому что в свое время, значит, федеральный бюджет брал почти все на себя. Нужны дотации, нужны кредиты, субсидировать ставки. Я скажу, в Мордовии, например, в той же бюджете, только на эти цели 2,8 миллиарда рублей. Это главная тяжесть бюджета, то, что в свое время сильно раскрутили, а надо субсидировать в соответствии с законами и так далее. А если, условно, брать Самару, сопоставить, нам тогда надо порядка 10 миллиардов дополнительно голосовать в бюджете для того, чтобы этот уровень поддержки обеспечивать нашим товаропроизводителям. Но понятно, что эти товаропроизводители там, они и налоги приносят уже, бюджет приносит налоги или работают, подоходный налог, НДФЛ и так далее. Но это надо, это уже после, когда все крутится, все работает, когда все перерабатывается на заводах, собственных заводах. Заводы платят полноценные налоги. Продается. Да, продается, да. Николай Иванович, вы в своем послании привели один пример, где дом в Самаре подключили к коммуникациям за 140 миллионов рублей. Это такая цифра интересная, астрономическая. Скажите, пожалуйста, почему же у нас так происходит, что стоимость подключения коммуникации в регионе в несколько раз превышает рыночную, что уже само по себе звучит абсурдно. Мы стержень за 10 рублей продаем за 500 тысяч. В чем причина от этого? Огромные потери. Возмутительно это. В чем причина, каковы последствия? Кто вообще за этим должен следить? Все-таки, все-таки, ну, за этим должно следить правительство, прежде всего, муниципалитеты, муниципалитеты наши, ну, правительство Самарской области, прежде всего, еще раз хочу сказать. Причина в том же, с чего я вначале начинал. Значит, у нас привыкли, что бюджет у нас резиновый, что бюджет выдержит все. Если строить, условно, на территории Тольятти, захотели построить на территории больницы Тольяттинской, пятой больницы, арендные дома. Для врачей. Бюджет участвует, да? И там 96 миллионов, по-моему, выкатили сумму за подключение. И ренд сразу становился. Понимаете, потому что сначала надо 96 подтянуть, откуда? Деньги. Вот. Ну, считает, что это бюджет и так далее. Бюджет все силит. Хоть бюджет уже давно не тот. А аппетиты пока, люди наши некоторые, в общем, сохраняют те же. Сохраняют те же. Или, по крайней мере... Вы имеете в виду сетевые организации? Сетевые организации. Или им все-все равно. Зная, что и бюджет такой, лишь бурвать свое. А дальше? Хоть там... В общем, поэтому сейчас придется в ручном режиме во многом заниматься, очень серьезно заниматься. То есть это бьет по рукам предпринимательство. Это очень сильно снижает инвестиционную привлекательность, инвестиционный рейтинг. А я уже сказал. Было 10 миллиардов, 20 миллиардов, 30 миллиардов закладывается в бюджет регионом, который попадает в первую десятку по инвестиционному рейтингу. Плюс там бюджет еще учитывается, как платится в бюджет. И эти деньги распределяются между ними. И представьте себе, это если примерно в среднем 3 миллиарда рублей, а Самарская область это не средний регион, больше. То есть мы могли бы получить и 3,5-4 миллиарда рублей бонуса. Для нас это огромные деньги. И наши, в том числе наша элита, наш бизнес, большой бизнес, так называем, они это должны понять. Не будет этого, нам так или иначе придется принимать меры, потому что по большому счету это все по рыночным этим и не совсем законно. Это твой бизнес, почему ты за подключение просишь деньги. У тебя появляется дополнительный потребитель, построены условно два дома для людей, врачей. Ты им подвел трубу условно, да, и начал получать от них деньги. Ты услуги делаешь, да, а они тебе платят. Спросите, в какой области предприниматель за счет другого строил бы свои помещения. Платить за вход в магазин. Да, по сути. За вход в магазин. Это, вы понимаете, это придумано было людьми, которые, и это не сегодня, завтра, но я знаю по прежней моей работе, Верховный суд России по Саранску. Это отменил. То есть практика такая уже есть, возможно и в Самаре она будет. Возможно и в Самаре будет. Если мы не будем цивилизованно, не перейдем нормальные отношения. Сами не перейдем по цивилизованным путем. Николай Иванович, хотел бы затронуться темы реставрации Старой Самары, тем более, что она очень актуальна для любого самарца, который живет в городе, болеет за него своей душой. И в последнее время, наконец, ей стали уделять действительно внимание. За два года только в одном городе, в Самаре, отреставрировали, привели в порядок 149 домов за счет бюджета всех уровней. Впервые в истории городским властям удалось привлечь к этой теме, заинтересовать инвесторов. И за счет меценатов привели в порядок 30 зданий. Цифры хорошие, но, тем не менее, столько лет не занимались этой проблемой, и масштаб тоже большой. Вот на ваш взгляд, как вы сами оцениваете темпы реставрации? Успеваем ли мы к чемпионату мира? Ну и самое главное, что будет после чемпионата с реставрацией. Остановимся ли мы на тех результатах, которые достигнем, или будем двигаться дальше? Темпы, конечно, пока не те. Мы значительно больше должны сделать в 2017 году. И, на самом деле, это уже будет заметно. Заметно там и для приезжающих, и особенно для, может быть, самих самарцев, что что-то меняется. Но я когда-то говорил, для того, чтобы всю работу провести, конечно, нужно тут как минимум 10 лет очень упорно и с большими вложениями работать. Говорить о том, что до чемпионата мира мы все сделаем, это просто нереально. Потому что мы сделаем больше там, где вот инвестируем маршруты, где фан-зоны, ну и так далее. А мы знаем, сколько разных зданий, в каком они состоянии. Сколько у нас больных мест по городу. Сколько не даст, стоит для того, чтобы их привести в нормальное состояние. Но этой работой мы будем точно заниматься. Потому что есть, на самом деле, ну, скажем, объекты, которыми можно потом долго-долго, и многие поколения могут гордиться. И той архитектурой, и, может быть, вот той вкладом, там, и то, что сделано руками, и творчески. Те здания, которые строились там 100-200 лет назад. Конечно, их нам надо максимально, которые имеют ценность, реальную ценность, сохранить. И мы это будем делать. Потому что в этом смысле Самара, на самом деле, уникальный город. Поэтому работа будет продолжаться и после чемпионата мира. Более того, что, может быть, даже после чемпионата мира, если, конечно, не будет каких-то форс-мажор, снова, или кризис какого-то, может, даже она усилится. Потому что к чемпионату мира у нас есть задачи и другие, где надо вкладывать достаточно большие деньги. А там уже будет попроще перераспределять и, в том числе, заниматься исторической частью города. Николай Иванович, а как Вы оцениваете реформу местного самоуправления, которая прошла в Самаре? А все ли удалось сделать? Вот Вы уже сказали сегодня, да, менталитет чиновников медленно меняется. А вот в следующем году в Тольятти произойдет смена главы города. И выбирать его уже будут по-другому. Ну, не люди, а специальная комиссия, да, из числа депутатов Гордумы и представителей правительства Самарской области. Вот что ждете Вы от тех глав муниципальных образований, которые избраны и будут избраны по новой системе? И в чем преимущество и особенности вот этого нового подхода к избранию глав? Ну, это в Тольятти будет примерно так же, как в Самаре, что будут избираться районные советы, районные советы, будет районная исполнительная власть. Они будут со своими бюджетами, с какими там достаточными или недостаточными. Это вторая тема, над этим надо работать нам и в Самаре, и в Тольятти придется. Вот. И очень многие вопросы, очень многие вопросы мы намерены передать районам. В том числе, что касается сокращений, и в Самаре. Мы рассчитываем, что эти сокращения будут в Майрии, а что касается районов, мы даже планировали, что не только в районах там, условно, была исполнительная власть, которая занималась повседневными, скажем, проблемами жителей района, но и там, где и в избранные общественные советы, в микрорайонах, да, в Тольятти мы начинали, это начиналось в Тольятти, и им дать какое-то количество людей для того, чтобы решались проблемы на этом месте, то есть еще ниже опустить власть. Вот. И в Тольятти опыт есть, и общественные советы сейчас достаточно активно по ремонту домов занимаются, не только. В Самаре тоже эту работу, скажем, формально она проведена, по сути пока еще у общественных советов, на работах каких-то мало. Вот. Вот в той части послания, когда я не все читал, там эта тема расписывается. На днях будет опубликовано, что мы должны создать вот эту вертикаль до общественных советов. Депутат, который сбирался по округу, это тоже намного меньше, чем район. Он, как старший отвечающий, все через них, все через их визы. Отбор на капитальный ремонт через них, отбор капитального ремонта двора через них, приемка работ с их визой. Визой депутата, руководителя общественного совета и, может, той исполнительной власти группы, там, двух-трех человек, которые приданы, будут этим помогать. С тем, чтобы все это было внизу. И активно во всем этом участвовали люди, по крайней мере, в лице избранных общественных советов. Это уже в десятки, а, может быть, там, почти в сотни раз больше людей, напрямую участвующих в тех вопросах, которые сегодня больше всего и волнуют людей. Это ЖКХ, это капитальный ремонт, это подъезды, ну и многое другое связано с тем, где они живут. В Тольятти будет та же система. То есть избираться мэр будет предложением депутатами по предложению комиссии. Комиссию мы, например, опыт Самары, сформировали нетрадиционно, как в законе, в том числе рекомендовано было, но закон не запрещает, потому что у нас 4 депутата и 4 от губернатора. Там 8 человек. И они... Мы сделали эту комиссию в Самаре из 20 человек. И эти 20 человек были представлены самые авторитетные люди города Самары. Самые авторитетные люди города Самары. И они, как совет типа старейшин или не старейшин, можно по-всякому назвать, там был и лидер молодежной организации областной в этой комиссии. Лидеры общественного мнения. Лидеры общественного мнения. Они, эти люди, ответственные, как правило, знают все. И они отбирали. Эта комиссия отбирала. Мы будем советовать Тольятти. Может быть, даже будет принцип выдвижения в эти комиссии общественностью людей. Может, мы пойдем и на это. Ну, условно, вот как люди видят, кто должен быть в этой комиссии, они считают, что этот человек принципиальный. Он будет обязательно отстаивать принципиальную точку зрения. Там какой-то там мошенник или кто-то никогда не пройдет. Он будет там насмерть стоять против. В Тольятти есть такие люди, которые будут стоять на самом деле, отстаивать мнение народа. Вот. Поэтому принцип будет этот. Николай Иванович, хочу вспомнить событие, яркое событие, важное событие для Сызрани, по крайней мере, открытия ледовой арены. От лица всех сызранцев хочу сказать вам огромное спасибо, что она у нас появилась. Потому что горожане ее активно осваивают. Там и хоккейные матчи проходят, там и фигурные секции фигурного катания занимаются. И люди просто семьям приходят кататься на коньках. Очень много приходят. Мы вот запросили статистику у них. Больше 30 тысяч с момента открытия посетил. Еще года не прошло. И люди, конечно, занимаются спортом больше в Сызрани. Тоже по статистике. И уже хотят на перспективу себе и универсальной спортивной площадки в микрорайонах. Но это на перспективу. Николай Иванович, если говорить в целом, продолжится ли масштабное строительство спортивных объектов в регионе? Продолжится. И мы в Сызрани. И мы в Сызрани должны флок сдать. Ждем. Универсальный зал, да, флок. Он тоже позволит, в общем, достаточно, широкому кругу молодежи, не только молодежи, заниматься в современных условиях. Там вся инфраструктура хорошая очень. Вот. Мы будем по месту жительства строить. Вот мы уже по Тольятти договорились, как минимум 17 по месту жительства построим. Вот эти площадки, которые, ну, самой современной, там, с травой, покрытием искусственным и так далее. Мы будем и в Сызрани это делать обязательно. Будем и в Самаре, ну, и в других городах. Почему? Потому что это не столь дорого. Вот те площадки спортивные, о которых я говорю. Ну, они очень удобны для людей. Близко или к школе, или там, по месту жительства. Вот. Ну, и крупные объекты. По крупным объектам мы будем продолжать строить. Сызрин мы намерены и дальше очень активно поддерживать и в дорожном строительстве, и не только в дорожном строительстве, потому что это город с традициями. И, конечно, если нам удастся в том числе дополнительно создать рабочие места, предприятия, и, конечно, мы будем обязательно поддерживать и, более того, создавать условия, ну, скажем, благоприятные для того, чтобы в Сызрани бизнес закреплялся. А может быть, и вот так, как вот много я говорил о Таляте, как территория опережающего развития, может быть, что-то удастся нам по Сызрани и такое придумать, близкое к этому, для того, чтобы, ну, Сызрин, скажем, более динамично стало развиваться. Ну, еще раз хочу сказать, с традициями город, старинный город. Люди, я знаю, очень болезненно относятся ко всему тому, если что-то там теряется. Я говорю, ну, какие-то там, говорят, вещи были, а сейчас их не стало. Вот мы отремонтировали театр. И, зная, что, насколько театр дорог для сызранцев, и сделали все для того, чтобы, в общем, сызранцы гордились тем, что у них и такая труппа, и такой сегодня такой театр. И все, что будет в том числе предложено, вот, из подобного рода вещей, инициировано, мы будем поддерживать. Николай Иванович, ну, вот и не могу не задать такой вопрос. Он, конечно, щепетильный, и я, конечно, не знаю, как вы на него отреагируете, но, тем не менее. Вот в тот момент, когда вы приболели, очень активно в соцсетях, в том числе и в разных источниках, начали раскручивать тему вашей отставки, что на самом деле вы уйдете в отставку. Как вы, вот, отнеслись к этой ситуации? Ну, я знаю, что на самом деле это было в соцсетях, и, может быть, даже не только в соцсетях. Вот. В разной форме это и сейчас продолжается, только не... Уже связано не с тем, что и отсутствовал там месяц небольшим. Вот. Я это отлично понимаю. Я уже не один раз говорил на разных встречах. Это делается с одной целью. Вот мы говорили сейчас о разных вещах, там, о разрешении на строительство, что мы будем сокращать чиновников, тем более тех, которые там, мы проверим, месяцами держат бумаги у себя и ждут, когда чередной раз придет кто-то и что-то предложат ему или не предложат, да. Да, нанесет до хорошую весть. Конечно, вот все эти меры, даже первое послание, если кто помнит, там были публикации такие, что если он хоть треть из этого сделает, да, что он озвучил, то ему тут памятник поставят. Эти люди, которым вот эти потоки, которые сформировались, финансовые потоки, там, на последние 20 лет, к которым они уже привыкли и не могут никак от этого уйти, им сегодняшние правила игры совсем не нужны. Абсолютно. И они эту тему педалируют для того, что там, да, хотели бы, чтобы поменялась власть, это точно, но они понимают, что от того, что они пишут в сетях, ничего не изменится. И я знаю, наоборот, вот за полгода этих, которые, ну, даже больше, чем полгода, когда особенно были сильные атаки, рейтинг власти, отношение к губернатору стало лучше у людей. А тогда зачем? Да. А они не до конца не понимают вот этот момент. Потому что, ну, говорят, если ты грамотный политик, ты не можешь против ветра, да, и ты должен понимать, когда есть позитивные сдвиги, а ты начинаешь работать против этих позитивных сдвигов, ты просто набираешь себе дополнительных противников. Если, условно, нет их всего, то разваливается, как они и представляют, но люди видят другое, да, и это достаточно элементарно, по большому счету, я сейчас не буду даже говорить. И, а когда подают сигнал, что он все равно уйдет, уходит, да, я знаю, даже вот месяц с небольшим отсутствием принято несколько решений, несколько решений, когда говорили людям, что все, он не вернется, ты должен это подписать. Люди держались неделю, вторую. Половить рыбку в мутной воде? Да, нет, не то, что в мутной. Что будет, придет скоро другой, другие силы. Вот мы были в Москве, и было такое, мы были в Москве, значит, мы точно знаем, подпиши. А цена вопроса несколько сотен для бюджета города. Миллионов. Миллионов. Понимаете, сейчас мы будем разбираться по одному вопросу, что там были угрозы в том себе человеку, подпишите. Он все равно не вернется, все. То есть им нужна ситуация временности некой, что вот ждание сегодня, завтра уйдет. Они пытаются делать все, чтобы не было стабильности во власти, в области, что законы, которые диктовали они, или правила игры, которые диктовали они, они останутся и дальше. Что это власть не постоянно, а навременно. Ну, я знаю, когда я приехал, когда решались некоторые вопросы, даже силы, которые не совсем, скажем, связаны с какими-то интересами, они говорили. Ну, Николай Иванович приехал, он же уедет. А мы самарские, мы же останемся. Ты смотри, где-то слушай, а где-то не слушай. Это люди, которые в Белом доме работают, и до сих пор работают. Поэтому это в мягкой форме. А вот то, что делается, это в грубой форме. Тратятся огромные деньги. Потому что для того, чтобы публиковать, или в газете, в центральной, или в центральном канале телевидения дать репортаж, это стоит огромных денег, мы знаем. И они на это идут. Те люди, которые теряют деньги. Они понимают, если условно, вот разрешение на строительство. То есть это все будет как по маслу идти, да? И никто ничего не будет от этого иметь. Будут люди терять. Терять он будет пытаться делать все, чтобы этот рычок сохранился. Чтобы то, что я снова заявил, сделать все, чтобы не было реализовано. Направлял президент сюда. Он ставил задачи. Задачи ставил очень серьезные. И надолго. Прямо хочу сказать. Надолго. Больше значительно, чем они думают по времени. Во временных рамках. И могут очень сильно в итоге просчитаться. Очень сильно просчитаться. Те люди, которые думают, что они что-то сделают. Потому что, в том числе, осенью, во время выборов, осенью, ими же были сделаны очень грубые политические ошибки. Здесь я хочу, люди слушают, смотрят. Хочу сказать, что мне поручили. Я тогда пошел на все народные выборы. И я буду и поручение исполнять президента, как это было сказано. И, естественно, там бросать в срок, который был избран. Я намерен работать. Работы в Самарской области очень много. Я уже говорил о многих вещах, что они ни за два, ни за три года реализованы не будут. Мне лично хотелось бы, я уверен, этого и президент хочет, чтобы, и когда, говорю, со мной была беседа, чтобы эти вопросы в Самаре были в основном решены. А это требует времени. Николай Иванович, ну, все-таки Новый год. Да. Давайте попробуем что-нибудь пожелать, наверное, самарцам на 2017. Чтобы, да, выйдем на позитив. Что бы вы хотели, что бы у них сбылось? Или, может быть, что бы вы хотели пожелать самарцам в 2017 году? Ну, 2017 год у нас будет особый. У нас это будет последний год, ну, сезон, летний сезон подготовки к чемпионату мира. Мы должны завершить строительство стадиона до конца года. Очень многие вещи, там, дороги и так далее, там, благоустройство разных территорий, в том числе, все, что связано с стадионом, с подходами к стадиону. Конечно, это событие историческое. И мы должны быть готовы так, чтобы мы потом могли гордиться, как провели, как о нас говорят, что мы построили, что мы сделали. И работы предстоит очень много. Поэтому я пожелал бы нам всем эту работу выполнить. Каждый принял там посильное участие в этом. Каждый бы понял, что имидж, который может быть сформирован итогами чемпионата мира, он может потом десятилетиями работать на и это поколение, и следующее поколение, на детей и внуков. Если мы сможем все это вместе в 2017 году хорошо сделать, конечно, то радости на душе будет и у меня, и я уверен, у абсолютного большинства самарцев намного больше. Ну а так, если это традиционно, конечно, хотелось, чтобы у всех было больше здоровья, сопутствовала удача, чтобы сложился хорошо новогодний праздник, чтобы дети, внуки были рядом со всеми как можно больше вместе. Это тем более семейный праздник. Порадовались друг другу и встретили Новый год с хорошим настроением, чтобы это настроение, если уж не весь год, то чаще было тем, которое будет ночь с 31 на 1 января. Спасибо большое, Николай Иванович. Спасибо, коллеги. Это был спецвыпуск программы «На связи с губернатором». В заключении мы подготовили небольшой фильм для того, чтобы визуализировать, скажем так, и четко в цифрах показать, чего же мы действительно добились в 2016 году. Но это такая небольшая вишенка на торте. Спасибо большое. С наступающим Новым годом.